Это Медуза. Говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о бандитах, мафии и основах государственного строительства. Путин не политик, он бандит. Алексей Навальный прославился в России и был ненавистен Путину именно потому, что с самого начала своей борьбы он открыто характеризовал Путина и его союзников как бандитов, захвативших и использовавших власть только для собственного обогащения и воплощения личных амбиций. Это цитата из колонки Юлии Навальной для газеты Washington Post, написанной после смерти ее мужа. Но это, конечно, далеко не первое и не последнее подобное заявление в отношении путинской России. Чаще всего они звучат в ответ на громкие политические события. Очередную избирательную кампанию Путина, аннексию Крыма, начало полномасштабного вторжения, смерть Пригожина или вот убийство Алексея Навального. Обвинения в мафиозности или бандитизме обычно воспринимаются как оскорбление. С помощью него люди указывают на то, что им очень не нравится. Причем не нравятся людям очень разные вещи. От воровства на господрядах до использования соответствующего сленга в официальных речах Путина. Мафиозными или бандитскими называют и другие страны. Правда, в итоге очень сложно понять, что между собой роднит преступные Сирию, Россию и Болгарию, а что их отличает от всех остальных государств. Попытки разобраться, когда страна превращается в бандита, и посвящен сегодняшний сигнал. В первую очередь термин «бандитское государство» — это, конечно, оскорбительный ярлык. Но многие исследователи пытаются использовать его как научное понятие и ищут формальные признаки, по которым государство можно назвать бандитским или мафиозным. Иногда подразумевается, что государство ведет криминальный бизнес. Например, производит наркотики и торгует ими, как Сирия, или печатает фальшивые доллары, как Северная Корея. А может быть, армия и полиция, говоря шире, силовики, просто превратились в ракетиров, которые обкладывают население данью. Но самый, пожалуй, яркий пример государства, которое называют бандитским и в России, и нередко на Западе, — это Косово. В этой небольшой стране процветают наркотрафик, похищение людей, проституция, отмывание денег, торговля органами и рэкет. По многочисленным свидетельствам, власти не просто покрывают, а прямо курируют преступный бизнес. Бывший президент Хашим Тачи даже не так давно предстал перед судом в Гаге. Он обвиняется в похищениях людей в ходе войны за независимость. Зачастую исследователи, называя государство мафиозным, имеют в виду не преступный бизнес, который оно ведет, а принципы организации управления. Чиновники связаны между собой неполномочиями и обязанностями, прописанными в законах, а коррупционными связями, личными отношениями и круговой порукой. Любой чиновник в таком государстве вынужден играть по правилам и сразу же сам становится замазанным. А значит, выйти из системы без ущерба для себя у него уже не получится. Социолог Балинд Мадьяр, развивший такую теорию мафиозности, приводит в пример властные структуры в Казахстане, Азербайджане и своей родной Венгрии. Наконец, есть и третья теория насчет государственного бандитизма. Она описывает ситуацию, когда бюрократия и мафиозные структуры как будто бы существуют отдельно друг от друга, но законная власть просто не способна сопротивляться преступному давлению. Такую ситуацию еще называют захваченным государством. Таким термином в разное время описывали Молдову, Италию и Болгарию. Болгарский депутат и бывший начальник контрразведки Атанас Атанасов даже говорил, в других странах есть мафия, а в Болгарии у мафии есть страна. Россию можно назвать мафиозным государством? Пожалуй, что да. Этот ярлык исследователи и публицисты стали применять уже давно. Как отмечает Балинд Мадьяр, в бывших социалистических странах, включая Россию, Венгрию и Польшу, относительно недавно состоялась приватизация – масштабное перераспределение собственности от государства к частным владельцам. В идеальном мире это должно вести к демонополизации и появлению множества политических и экономических игроков, а в конечном итоге – к демократии. На деле же, как пишет Мадьяр, новая элита в значительной степени состоит из бывших партийных работников и силовиков, которые воспроизводят привычную модель управления. Она изначально организована так, чтобы приносить максимальную выгоду управленцам. Следующее поколение политиков и бизнесменов встраивается уже в эту модель и продолжает ее воспроизводить. Для описания российской ситуации публицист Андрей Пиантковский популяризировал термин «паханат». Правда, он указывал не столько на советскость, сколько на наследие 80-х-90-х с их паханами и бандами. Впрочем, разница не такая уж и принципиальная. И у номенклатурщиков, и у силовиков, и у бандитов мир делится на своих и чужих, и отношения с теми и другими регулируются разными законами. Самое главное – применение насилия в отношении своих строго ограничено, а чужие, то есть население, гражданские или фраера, признаются лишь объектом бессобственной воли, в отношении которого дозволено почти все, что угодно. Бывший венесуэльский министр Мойзес Наим в 2012 году писал, что преступные группировки никогда прежде не имели такого влияния, как сейчас в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке, Китае и России. А может, все государства – бандиты? Есть и такие теории. Скажем, критики концепции мафиозного государства отмечают, что сотрудничество между властью и организованной преступностью встречается и в демократических странах с развитыми институтами, просто у исследователей рука не поднимается навесить обидный ярлык на хороших парней. Так, например, в 2007 году ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие, что в 1960-м ведомство хотело поручить убийство Фиделя Кастро итальянскому гангстеру Джонни Расселли. Он даже отказался от предложенного гонорара в 150 тысяч долларов, потому что приход к власти коммунистов полностью разрушил игровой и отельный бизнес мафии на Кубе. Или вот теория захваченного государства, о которой мы говорили в первой главе. С помощью нее можно описать не только режим в Молдове или Болгарии, когда мафиозные или олигархические структуры получают неограниченную политическую власть. Тот же термин зачастую используется в критике современной основы демократии – плюрализма. Логика тут такая. В теории множество заинтересованных сторон не позволяет кому-то одному доминировать в политике. Но на деле ресурсы и рычаги лоббирования у разных групп не равны. Да и сами политики просто не способны учитывать интересы разных групп и оттого сужают реальное политическое поле до самых влиятельных его игроков. Крупный бизнес представляет собой структуру гораздо более сильную, чем любая другая социальная группа или институт. Поэтому его могущество зачастую идет вразрез с принципами демократии. Наконец, есть теория, согласно которой сама по себе модель государства возникла как бандитская структура. Речь о концепции оседлого бандита, американских экономистов Мартина Магуайра и Мансура Олсена. Если совсем просто. Однажды некому разбойнику пришла в голову идея не устраивать набеги, которые приносят нерегулярный доход, а закрепиться на конкретной территории и собирать регулярную дань. Затем этот разбойник понял, что если оборонять землю от залетных коллег и даже тратить часть собираемых средств на общественно полезные вещи, количество дани будет постоянно увеличиваться. Постепенно оседлый бандит стал правителем государства, а дань превратилась в налоги. Изначально теория оседлого бандита опиралась на азиатский опыт государственного строительства. Но американский социолог и политолог Чарльз Тилли показал, что европейские национальные государства при своем появлении действовали примерно так же, как ракетиры. Используя инструмент международных войн, они навязывали свои услуги по защите населения. В итоге именно этот процесс породил европейскую государственность. Цитата. «Государство, которое успешно устраняет своих внутренних соперников, укрепляет свою способность извлекать ресурсы, вести войны и защищать своих основных сторонников», – писал Тилли. В раннем европейском опыте в широком смысле этими сторонниками обычно были землевладельцы, вооруженные вассалы-монарха и священнослужители. Правда, считается, что сейчас ситуация изменилась. Мол, если бы все государства до сих пор действовали в мафиозной логике, то даже ради соблюдения законности власти не поступали бы вопреки своим интересам. Скажем, в бандитском государстве вряд ли можно было бы представить себя возбуждение уголовного дела и тем более обвинительный приговор в отношении сына действующего президента, как это было с Хантером Байденом в США. Или, скажем, мафиозная природа вряд ли бы позволила даже ставить вопрос о выходе из состава некоторых территорий. Ведь это неизбежно уменьшит налоговую и производственную базу, необходимую для обогащения элит. Но в 2014 году в Великобритании проходил референдум о независимости Шотландии. Он, правда, закончился поражением сепаратистов, но время от времени сторонники независимости без риска уголовного преследования поднимают вопрос о новом голосовании. Даже Чарльз Тилли в своей работе сосредоточен на средневековье, а не на актуальной политике. По его мнению, исторический анализ может помочь предотвратить повторение прошлых ошибок. Но уже не в Европе, а в странах третьего мира. Сложность в том, что если некоторые или даже все государства – это действительно бандитские группировки, то ни у кого до сих пор нет хорошего ответа на вопрос, что с этим делать. Государства борются с мафией при помощи полиции, спецслужб, а также социальной и экономической политики. Если же относиться к суверенному государству как к мафии, то нет такой инстанции, которая могла бы действенно с ним бороться. Не считать же такой инстанцией обычную мафию. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Иногда, впрочем, государства получаются без войн и дани. Скажем, в конце XIX века старатели, добывавшие золото в Преамурье, организовали стихийную Желтугинскую республику вокруг нелегального прииска Амурская Калифорния, поименованного так в память о калифорнийской золотой лихорадке середины XIX века. Если верить современникам, приехавшие туда казаки, дезертиры, беглые каторжники и ссыльные сумели преобразовать поселок в настоящее саморегулируемое общество со штатами, президентом и даже со своей конституцией. Однако у этой легенды есть нюанс. Реально доступные источники не дают повода считать Желтугинское самоуправление чем-то большим, чем артельной структурой. Это самое большее в нем, судя по всему, хотели видеть лишь представители тогдашнего движения «Сибирское областничество». Сейчас бы их назвали активисты, стремящиеся к деколонизации Сибири. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. info.sobaka.getsignal.news